Порядка рассмотрения споров. Чем вы здесь видите разницу, уважаемые коллеги? Я думаю, что... Ладно. Понятно, говорите. Третьейский суд это состязательность сторон. То есть это каждая из сторон, выстаивая свою позицию, пытается на каких-то нюансах получить выигрыш. Каждая из сторон. А медиация или проведение процедуры медиации, оно способствует выработке сторонами соглашения, которые бы устраивали обе стороны. То есть это более не состязательный порядок, а согласительный порядок. Или интеграционный подход. Да, интеграционный подход. Хорошо. И при проведении процедуры медиации стороны приходят к соглашению, удовлетворяющий в обе стороны. То есть это выигрыш-выигрыш. Да, с большей вероятностью. Да, мы всегда можем говорить о шансах, Владимир Иванович. Хорошо. Я сейчас еще покажу... Больше процентов при х-глашении. Я сейчас покажу слайд, который показывает важные черты третейского разбирательства. Сейчас мы его, надеюсь, увидим. Вот, вижу уже. Сейчас предоставляю доступ. Вы видите важные понятия, да? На экране. Итак, третейский суд может рассмотреть не все споры, а только споры, которые вытекают из гражданско-правых отношений. Здесь нужно исключить, например, налоговые споры, административные споры. Правильно? Они не относятся к компетенции третейского суда. Принцип добровольности также работает. Третейская оговорка соглашения, аналогичная по своей форме и использованию. Порядок формирования суда мы уже рассмотрели. Вот это стороны, которые участвуют в третейском разбирательстве. Последняя редакция закона о третейских судах расширила круг лиц и включила туда также граждан, что очень приятно. Существует механизм принудительного исполнения решения суда государственной судебной системой. Обратите внимание, третейский суд – это механизм, который не имеет отношения к государственным органам. Тем не менее, существует взаимосвязь, система принуждения. И существуют также способы обжалования решения третейского суда и конкретные перечения случаев в законе, которые являются основанием для такого обжалования. Но я не хочу рассматривать все эти детали сейчас, потому что иначе у нас изложение получит крен в сторону тонкостей, нюансов. Давайте обсудим это все на форуме. Я хочу подчеркнуть, опять же, акцентируя внимание на медиативном подходе и переговорном процессе, что здесь мы видим яркую аналогию. Переговоры – это предмет материальной природы. Мета-переговоры – это правило спора, процессуальная природа. Как видите, здесь прочерчена разделительная линия. Она символизирует два уровня переговоров. Всегда существует сама игра переговоры. Ответ на вопрос «О чем спорим?» И существует мета-игра или мета-переговоры «Как спорим?» Так вот, сами правила спора определяются в правилах проведения процедуры медиации или в регламенте Третьейского суда. Они играют важное значение. Теперь начинаются очень сложные вопросы для Третьейского разбирательства. Заключаются они в том, какое право применить и какие правила. Здесь существует аналогия с многослойным тортом. Есть сверхимперативные нормы, закрепленные Конституцией в нормах международных.